Мы прикрываем корабли флота С 8.30 до 9.40 Высота 2.2500 Мы сменяем 1-й эскадрилью, нас сменяем 3-й эскадрилью В отдельные бои не вступать Главное отогнать юнкерсы от кораблей По самолетам! Это эпизод из фильма «Балтийское небо» Режиссера Владимира Венгерова Сценарий которого основан на реальных событиях 16 сентября 1941 года Немецкая авиация начала масштабную воздушную операцию По уничтожению кораблей краснознаменного Балтийского флота Ради этого под Ленинград был переброшен 8-й ударный авиакорпус бомбардировщиков, немецких асов Навстречу им поднялись истребители Балтийского флота Их воздушные сражения видел весь город И хотя все советские летчики дрались смело Имя одного из них стало нарицательным Когда падал очередной горящий юнкерс Люди восхищенно говорили «Опять Костылев отличился!» Даже если он в тот день не поднимался в воздух Крылатый Георгий Победоносец Так ленинградцы прозвали героя Советского Союза Георгия Костылева Но однажды это имя исчезло со страниц газет Было вымарано из текстов, приказов и донесений В начале апреля 1943 года Командир 587-го отдельного штрафного взвода Просматривал документы вновь прибывшего штрафника «Костылев?» – удивленно спросил он «Тот самый? Герой?» «Так точно!» «Он был в форме рядового краснофлотца» «Только вы уж не говорите другим» Взводный нахмурился «За трусость, что ли, попал сюда?» «Никак нет!» «Побил старшего по званию», – ответил Костылев «За дело побил!» «Ну, это куда не шло!» – неожиданно улыбнулся командир «Назначаю тебя в отделение, где ребята бывалые, отважные Притащите двух-трех языков, напишу ходатайство Чтобы полностью засчитали срок пребывания в штрафниках» Своё слово командир сдержал Однако путь к возвращению в небо оказался для Георгия Костылева Куда более сложным Какую цену пришлось заплатить ему, чтобы вернуть себе Доброе имя, звание героя и возможность летать? Доброе имя, звание героя и возможность летать Аварийная ситуация Не выпустилось шасси Все наставления и инструкции требовали от пилота в подобном случае спасать себя Прыгать с парашютом, действовать вопреки инструкциям, спасать машину Могли решиться лишь единицы Однако именно так поступил Георгий Костылев Начал выполнять фигуры высшего пилотажа с предельными нагрузками И на вираже буквально выдавил шасси наружу Конечно, в плане ремесла, мастерски освоенного ремесла Он, конечно, выделяется в число легенд В 1936 году Костылев стал летчиком-инструктором Центральной летной школы имени Чкалова Где работали только лучшие пилоты гражданской авиации Начиная с 18 августа 1935 года в Тушино проводились грандиозные авиапарады Так выявился день авиации Каждый из них становился своего рода состязанием между гражданской и военной авиацией Военные в этой борьбе неизменно побеждали Однако в 1938 году летчик-инструктор Центральной школы пилотов Георгий Костылев Вместе с двумя друзьями создал пилотажную группу И придумал невиданный трюк Вряд ли вам приходилось видеть полет звена самолетов вверх колесами Их ведут пилоты Центрального аэроклуба имени Чкалова Товарищи Ясинский, Конана, Костылев Перевернутый полет выполнялся и раньше, но только в одиночку и на короткое время Летать же группой не решался никто Самолет в этом положении ведет себя неустойчиво А летчик испытывает серьезные перегрузки При этом он должен делать непривычные обратные движения ручкой и педалями Высокое мастерство сочетается с необычайной физической выносливостью Прекрасное пополнение военно-воздушному флоту воспитывает авиация «Осоавиакима» Сразу после окончания парада начальник управления гражданского воздушного флота Подошел к летчикам звена Костылева «Молодцы, сам Сталин вам аплодировал, утер ли нос военным» Костылев молчал Он чувствовал себя неловко, потому что уже задумал побег из гражданской авиации к военным Которым сам, сам же утер нос В ноябре 1939 года Костылев написал наркому военно-морского флота Кузнецову письмо С просьбой перевести его в состав истребительной авиации Краснозаменного Балтийского флота Приняли его, как говорится, с распростертыми объятиями В связи с исключительным летным мастерством Сразу присвоили звание лейтенант Без прохождения обучения в военной школе Однако вскоре началась война с Финляндией И Костылеву стало ясно Личное мастерство не самое главное для победы Едва лейтенант Костылев прибыл к новому месту службы В 5-й истребительный авиационный полк Краснознаменного Балтийского флота Как стал свидетелем трагического инцидента Один молодой летчик во время боя погнался за финским самолетом И бросил без прикрытия своего ведущего В результате отставшие финские истребители Подбили машину командира Ты его аккуратненько бросил Я сбил Юнкерс Мне плевать, что ты сбил Юнкерс Ты погнался за Юнкерсом Они Критина убили Не бывает таких случаев Не бывает таких случаев, когда можно оставить ведущего Этот случай сильно повлиял на Георгия Костылева Он стал сторонником совместных действий истребителей Даже в ущерб индивидуальным победам Гонка за личными победами была очень нехарактерна для Георгия Который был сторонником групповых Двойка, двоек, троек Чтобы каждый покрывал другого Во время Советско-финской войны Костылев совершил 58 боевых вылетов На его счету десятки уничтоженных огневых точек Транспортов и эшелонов с живой силой врага А вот встречи с врагом в воздухе У летчика тогда не случилось ни одной Авиации у финнов было мало Казалось, впереди у Костылева блестящая карьера Однако она едва не пошла под откос Из-за пагубного пристрастия Георгия Предельно собранный и дисциплинированный в небе На земле он позволял себе расслабиться Спасением для Георгия стала жена С Зоей Ганиной он познакомился еще в бытность Инструктором Центральной школы пилотов Летом 1938 года в Днепропетровске Куда был командирован на авиационный завод Люди молодые, вместе со своим сотрудником Эдуардом Они знакомятся с девушками С двумя, с ними проводят время И такая светловолосая, он так ее называет часто в письмах Беленькая моя Ему очень приглянулась эта девушка Костылев влюбился Писал нежнейшие письма Настойчиво предлагая руку и сердце И добился своего Молодые поселились в Араньенбауме В доме матери Костылева Однако Зоя терпеть пьяных загулов не стала И вскоре уехала в родной Днепропетровск Она была беременна Это подействовало на Костылева в полном смысле отрезвляюще И в начале 1941 года Зоя с новорожденным сыном Женей вернулась к мужу Но вскоре началась война Араньенбаум был приграничным городом И на семейном совете решили, что Зоя с малышом поедет к родителям Днепропетровск Вскоре был захвачен немцами Супруги встретились лишь в 1944 году Но к этому времени брак уже потерял смысл для обоих Ну, понятное дело, что у каждого уже была своя судьба Видимо, каждый из них думал, что другой не выжил в условиях начала войны И поэтому все как-то вот само собой распалось В самом начале войны морская авиация сумела сохранить свои силы Немцы не нанесли превентивные удары именно по нашим аэродромам То есть мы их избежали В отличие, допустим, от приграничных аэродромов Особого прибалтийского военного округа Из-за высоких потерь армейской авиации на балтийских летчиков Легла основная нагрузка по прикрытию и поддержке сухопутных войск Из интервью Георгия Костылева Военному корреспонденту газеты «Победа» Николаю Чуковскому В первых числах июля 1941 года Впервые увидел я немецкие синевато-пепельные танки Их огромные автофургоны В тот период войны немцы не маскировались Меня взяло зло Я все забыл и поливал, поливал из всех пулеметов Когда кончились патроны Я почувствовал желание снизиться Выпустить шасси И отрывать им головы колесами самолета Представьте себе состояние молодого летчика, который вернулся с орденом из Кремля Это огромная честь для любого человека для того времени И у него ни одного сбитого Это в истребительном полку Конечно, у него было желание как можно быстрее сбить самолет Чтобы оправдать этот орден Чтобы люди понимали, что он не зря его получил 15 июля 1941 года звено командира 2-й эскадрильи Новикова С ведомыми Сосединым и Костылевым Вылетело на штурмовку вражеских позиций Неожиданно летчики заметили на малой высоте Тяжелый двухмоторный истребитель Мессершмитт-110 Звено пошло в атаку Однако немецкие зенитчики открыли по нашим истребителям ураганный огонь Командир звена развернул самолет и атаковал зенитки А два ведомых продолжили атаковать немецкий самолет В первой очередь соседин уничтожил стрелка-радиста Но затем был вынужден отойти, чтобы помочь командиру с зенитками Костылев остался с Мессером один на один Они неслись на высоте 400 метров Костылев увидел, что на крыльях самолета противника Снизу были нарисованы звезды, а сверху свастика Вероятно, с помощью этой хитрости немецкий разведчик пытался избежать нашего зенитного огня Нельзя было допустить, чтобы он донес полученные данные Однако тяжелый Мессер словно не замечал града пулеметных пуль Которыми осыпал его наш истребитель Неожиданно Костылев увидел, что немецкий летчик сбросил фонарь Значит, будет прыгать, захватив ценные пленки Промахнуться Костылев не имел права Он подошел на минимальную дистанцию, тщательно прицелился И дал очередь из единственного крупнокалиберного пулемета прямо по кабине Мессер Шмидт замер в воздухе, а затем рухнул на землю и взорвался Садись, майор Костылев стал анализировать свой личный опыт и опыт лучших летчиков полка У нас, к сожалению, в среднем вооружение наших самолетов было слабее То есть, допустим, если это пулемет ШКАС, калибр 7,62 пуля у него Или пулемет, значит, крупнокалиберные у него патроны 12,7 калибром Это побольше, но тоже как бы существенного вреда самолету Это не могло принести Чтобы сбивать немецкие самолеты на истребителе И-16 Вооруженным лишь двумя пулеметами винтовочного калибра и одним крупнокалиберным Нужно было быть настоящим снайпером И Костылев стал им 21 сентября 1941 года Во время патрулирования неподалеку от Кронштадта Георгий заметил Юнкерс-88 Первыми очередями разбил левый мотор Затем уничтожил верхнего стрелка Однако опытный немецкий пилот повернул самолет так, что советский истребитель попал под огонь нижнего пулемета Тогда Костылев буквально перерезал пулеметной очередью крепление кабины стрелка Он отрезает, именно люльку от самолета отрезает И стрелок, отвоившись от самолета, вместе с этой люлькой падает в море После этого Костылев без труда добил обезоруженный Юнкерс, который стал его пятым сбитым самолетом с начала войны Осенью 1941 года Георгия наградили вторым орденом Красного Знамени Вскоре вторая эскадрилья 5-го авиаполка получила новые самолеты ЛАГ-3 с мощной пушкой 20 мм, двумя крупнокалиберными и двумя обычными пулеметами Кроме того, на самолете имелась радиосвязь Давнишняя мечта летчиков Название самолета ЛАГ состояло из первых букв фамилий конструкторов Лавочкина, Горбунова и Гудкова Но армейские летчики расшифровывали его как лакированный гарантированный гроб ЛАГ-3 имел дурную славу При маневрировании он часто срывался в штопор Однако Костылев сразу влюбился в новую машину Из интервью Георгия Костылева, военному корреспонденту газеты «Победа» Николаю Чуковскому Я назвал свою машину «Коломбиной» за красоту А после того, как я сбил на ней свой десятый вражеский самолет Я переименовал ее в сказку 8 сентября 1941 года Группа армий «Север» захватила город Шлиссельбург Блокировав Ленинград с юга С севера к городу подступали финские войска Казалось, еще один удар, и Ленинград будет захвачен Авиация Балтийского флота была переброшена ближе к городу Для последнего решающего сражения за него Надо бы всех в общее помещение, что ли Легче все-таки, когда вместе Мало нас осталось А я уже перевел всех в один кубрик В третью ночь спим вместе Вторая эскадрилья Костылева базировалась в деревне Низино В 18 километрах от родного Араньянбаума К тому времени в строю из 12 самолетов остались всего 6 Впрочем, в других подразделениях авиации Балтийского флота было еще хуже Ситуация, конечно, была удручающая Если у нас было 650 самолетов к началу войны То к концу, на 29 августа, у нас было 280 самолетов во всей авиации Для штурма Ленинграда и уничтожения кораблей Балтийского флота Немецкое командование задействовало всю ударную авиацию 1-го воздушного флота Усиленного элитным 8-м авиакорпусом бомбардировщиков Около 300 машин Их прикрывала не менее известная 54-я истребительная эскадра «Зеленое сердце» Считавшаяся самым успешным подразделением «Люфтвафл» Нередко тройка или четверка советских самолетов Сдерживала натиск сотни немецких бомбардировщиков Которых к тому же прикрывали больше 20 истребителей Для того, чтобы рассеять большую группу противника, идущего к цели Может быть, 2, 4, 6 наших истребителей Ну, как бы врезались в эту группу Целью того, чтобы нарушить строй Заставить разлететься в разные стороны Немцы тоже и финны не были трусами И иногда в лобовых атаках они разлетались буквально в нескольких метрах друг от друга Недостаток количества и качества боевых машин Советские летчики компенсировали возросшим боевым мастерством И отчаянной смелостью Они в прямом смысле защищали свои дома Это икона из дома матери Костылева Они жили здесь, в Роденбауме, по Михайловской улице И вот у этой иконы, у нее 2 таких отверстия Из которых мы извлекли осколки фугасной бомбы Бомба попала в дом Дома в основном в Роденбауме были деревянные И мама Костылева и его младшая сестренка Они выскочили в чем были Мама схватила икону Костылев, пролетая над Араньенбаумом На очередное задание Увидел развалины родного дома Сердце сжалось Неужели его семья погибла? В тот день его Коломбина-сказка Отправила в последний полет Сразу три немецких бомбардировщика Лишь вечером, когда воздушные схватки утихли Он узнал, что мама и сестренка живы Мама отвечает в письме Не волнуйся, Гоша, мы живем как цари Потому что для их проживания Им была временно предоставлена Спальня императора Петра Третьего В его дворце в Роденбауме Провал штурма Ленинграда Заставил немцев отказаться От планов захвата города Они решили уничтожить жителей И защитников голодом и холодом Наступала первая блокадная зима Полк перебазируется Мы уходим отсюда, получен приказ Уходим Есть места поважнее Дорога Вот эту дорогу мы и будем охранять С 20 ноября 1941 года Начала действовать военно-автомобильная дорога Проложенная по льду Ладожского озера Названная ленинградцами дорогой жизни Фашистская авиация буквально набросилась на нее Пытаясь сорвать доставку продовольствия в Ленинград Для поддержки сил Ладожской флотилии Была выделена авиагруппа Морской авиации Балтийского флота Которая обеспечила противовоздушную оборону Этой дороги и жизни Счет сбитых у Костылева стремительно рос Про него охотно писали в газетах Георгий обладал даром рассказчика Он стал одним из самых узнаваемых летчиков Балтийского флота Появился своего рода культ Костылева Любой успешный бой в небе люди Неизменно приписывали ему Но слава рождает самоуспокоенность Из интервью Георгия Костылева Военному корреспонденту газеты «Победа» Николаю Чуковскому К началу февраля 1942 года За мной числилось уже 18 сбитых самолетов Но 5 февраля я замечтался Увлекся разведкой И меня самого сбили Я не видел, как, откуда Ко мне подошли Я даже не обиделся Дураков учат Раненый в руку Георгий Костылев Прихватив данные разведки Сумел покинуть горящую машину И приземлился на парашюте В расположении советских войск В рапорте честно признал Что потеря боевого самолета Лично его вина За что получил взыскание И запись в личном деле Горький урок пошел Георгию на пользу Никогда больше он не будет сбит В марте 1942 года 5-й истребительный авиационный полк Балтийского флота Стал 3-м гвардейским Костылев довел свой боевой счет До 27 сбитых самолетов Однако силы летчиков Были на исходе У нас три полка До сверх того отдельные подразделения Штабы, инженеры, мастерские А поднять в воздух И одной полной эскадрильи не получится В мае 1942-го Потрепанный полк Наконец отвели на тыловую базу Для получения пополнения И новых самолетов Ими стали британские истребители Харрикей 19 августа 1942 года Войска Волховского и Ленинградского фронтов Попытались прорвать блокаду Начав Синявинскую операцию Однако после взятия Севастополя Под Ленинград немцы перебросили из Крыма 11-ю ударную армию Они сами готовились к штурму города Сосредоточив значительные силы танков Артиллерии и авиации Советские и германские войска Фактически сошлись во встречном сражении В воздухе закипели тяжелые бои В которых с каждой из сторон Одновременно сражались десятки самолетов Хостылев вновь показал себя Непревзойденным воздушным бойцом День 29 сентября 1942 года Стал самым результативным В боевой биографии летчика В этот день он сбил два Мессершмитта лично И в группе еще один Мессер и Юнкерс 88 Владел не только летным мастерством Но и снайперски бил Он с 400 метров, с полкилометра Это человека не видно А он сбивал самолетов в небе Он первым начинал стрелять Первым начинал маневр Первым начинал уход В результате Синявинской операции Немцы понесли тяжелые потери У них просто не осталось сил На штурм Ленинграда Однако и нашим прорвать блокаду не удалось Потери морской авиации были велики Третий гвардейский авиаполк За месяц лишился почти половины состава Гостелев считал это виной Нового командира полка майора Никитина Отношения между ними не сложились Пришлось вмешаться к командованию бригады Георгия перевели из полка И назначили командиром 12-й отдельной краснознаменной Истребительной авиаэскадрильи Прикрывавшей коммуникации на Ладоге Включая важный узел обороны На острове Суха Остров Суха находится Но напротив устья, немножко западнее реки Волхов В этом месте, как вы знаете В устье реки Волхов начиналась дорога жизни Тому, что если бы немцам удалось Захватить этот небольшой островок Где стояли наши зенитные батареи И небольшой гарнизон То они бы контролировали вход в устье реки Волхов 22 октября 1942 года Немецкие войска под прикрытием авиации Попытались захватить остров Суха с моря На помощь маленькому гарнизону Были направлены суда Ладожской флотилии Самолеты Болтфлота В этот день летчики 12-й эскадрильи Гвардии капитана Костылева Сбили 4 самолета врага 23 октября Пришло радостное известие Указом Верховного Совета СССР Гвардии капитану Георгию Костылеву Присвоено звание Героя Советского Союза Почти одновременно был подписан приказ О награждении его орденом Ленина В январе 1942 года Костылев вернулся в 3-й гвардейский полк Командиром родной 2-й эскадрильи Он был на пике славы Однако вскоре все рухнуло В конце февраля 1943 года Костылева вызвали в штаб авиации флота в Кронштадте Закончив дела, он поехал в Ленинград Посмотреть спектакль В театре встретил знакомого майора После спектакля Тот потащил Георгия к своей знакомой Обмыть встречу Этот вечер стал роковым для гвардии капитана Он вдруг попадает К этому знакомцу, офицеру У которого оказывается Что называется Продуктов избыток И такие продукты, которые многие В мирное время не видели Шоколад, сыр, масло, колбаса Несколько селедок И две пол-литровые бутылки Медицинского спирта Невиданное богатство По меркам блокадного города Где люди умирали от истощения А вокруг изысканная мебель Сервант, набитый хрусталем Огромное до потолка трюмо Георгий почувствовал, как закипает гнев Хотел уйти, но майор уговорил остаться Ему льстило общество Героя неба Чье имя у всех на устах Майор быстро начал хмелеть Хвастаться, что умеет жить Не в пример другим И чем больше говорил Тем сильнее закипал Костылев Он вновь попытался уйти Погоди уходить, герой Садись, если старший По званию наливает Процедил сквозь зубы майор Такому старшему Не здесь нужно быть А в штрафном батальоне Едва сдерживаясь Ответил Георгий Майор вскочил Ты что говоришь? За такие слова вылетишь не в дверь А в окно, герой Он сильно толкнул Егора Это и стало той каплей Которая переполнила чашу Старинный стул обрушился на майора Тот упал Костылев был близок к тому Чтобы размозжить голову врагу Который хуже фашиста Но вместо этого Георгий стулом разбил Ненавистное трюмо и сервант с хрусталем Затем поднял майора И убедившись, что тот жив Вышел, хлопнув дверью Георгия Костылева разжаловали Лишили всех званий и наград И направили на Араньянбаумский плацдарм В отдельный штрафной взвод На три месяца Командование имело право Отправить офицера В штрафное подразделение Только за трусость в бою В других случаях Судьбу офицера решал трибунал Однако для этого положено было провести следствие Которое, вероятно, могло задеть многих Я думаю, что здесь В этом происшествии Дисциплинарном Присутствовала какая-то политическая составляющая То есть в условиях заблокированного города Человек, который был допущен Каким-то складам с продовольствием Видимо, с хорошими запасами Видимо, был востребован Не только на уровне Какого-то внутреннего пользования О том, как воевал Костылев в штрафном взводе Сведений мало Материалы штрафных подразделений флота До сих пор засекречены Известно лишь, что через месяц Взводный написал ходатайство На имя командира авиадивизии О зачтении краснофлотцу Костылеву Всего срока пребывания в штрафном взводе В связи с проявленными смелостью и отвагой При выполнении боевых заданий Однако в удовлетворении ходатайства отказали В последней попытке добиться возвращения в небо Костылев написал письмо Командующему авиации Балтийского флота Генерал обзвонил несколько авиаполков Но никто не захотел брать к себе штрафника Согласился лишь командир 4-го гвардейского истребительного Василий Голубев Зная его как летчика Просто поверил в него И взял свой полк Не просто взял обычным рядовым летчиком А взял командиром экскадрильи всей То есть это, наверное, единственный такой случай Когда, допустим, в солдатском звании В нижнем звании Там простой солдат управляет там офицерами Как командир экскадрильи 21 апреля 1943 года Состоялся первый боевой вылет Костылева После перевода из штрафников Это был тяжелый бой 4-й гвардейский полк Прикрывал штурмовики Наносившие удар по дозорным кораблям В глубине немецкой обороны В западной части Нарвского залива 36 советских истребителей Вели бой против 50 немецких и финских В результате, потеряв 6 машин Советские летчики сбили 19 вражеских В этом бою Костылев Уничтожил один финский истребитель А другой, прижав к воде Позволил расстрелять своему ведомому Казалось, у Георгия Открылось второе дыхание Он летал на самые сложные задания Показал себя не просто асом А организатором воздушного боя 40 звездочек украсило фюзеляж Его Ла-5 Раскрашенного под акулу Вообще нанесение каких-либо надписей Или картинок не приветствовалось Это демаскировало самолет в воздухе Но не секрет, что, конечно Особо выдающиеся летчики Пользовались своей Исключительностью в этом плане А что касается акулы Это очень яркий, такой колоритный самолет 15 июня 1943 года Перед строем Командир полка Голубев Вручил краснофлотцу Костылеву фуражку И капитанский китель с орденами И звездой героя На глаза бесстрашного аса Навернулись слезы Просто надо понимать, что во время войны Это его была жизнь Это пик его жизни вообще Как до этого И как после войны Это просто его призвание В июле 1943-го Костылева неожиданно перевели в Москву Назначив главным инспектором Истребительной авиации флота С присвоением звания майор Костылеву это назначение было не по душе Главному инспектору запрещалось летать На боевые задания И он должен только ездить и инспектировать Но понятно, что человека, который с небом уже сросся Полностью отстранить Это возможность взлетать очень сложно И он несанкционированно, негласно Поднимается воздух в тех частях Которые якобы инспектируют И продолжает участвовать дальше В воздушных боях Достоверно известно о еще четырех Сбитых Костылевым самолетах 22 июля 1943 года В паре со старшим лейтенантом Селютиным Он сбил два Фокке-Вульф-190 Одним из которых управлял знаменитый немецкий ас Рудорфер Имевший более двухсот побед Тот выбросился на парашюте Его ведомый погиб Однако ни один из сбитых не был Костылеву засчитан Так как они упали на вражеской территории 2 августа 1943 года Костылев над Финским заливом Сбил Фоккер еще одного немецкого аса Броэнкли Имевшего 58 побед Этот самолет Костылеву засчитали Вражеский летчик Приземлился на парашюте И был взят в плен Экипажем торпедного катера 21 июля 1944 года Костылев в паре с лейтенантом Просоловым Сбил три Фоккера Один был записан на Костылева Второй на ведомого Третий как групповая победа Этот человек после неприятных событий Случившихся в его жизни Он вообще практически не стремился К ведению четкого учета За собой лично сбитых самолетов 14 января 1944 года С мощных залпов корабельных батарей Из Кронштадта Началась советская операция По окончательному снятию блокады Ленинграда Решающий удар был нанесен Сараниенбаумского плацдарма Где недавно еще воевал Краснофлотец Костылев К окончанию боевых действий На ленинградском направлении Официальный счет Костылева Костылева составил 11 сбитых лично И 32 в группе Всего 43 самолета противника По числу побед он вошел в тройку Самых успешных асов флота Однако послевоенная судьба Костылева Пошла наперекосяк В 1946 году Его неожиданно уволили Из вооруженных сил После войны началось сокращение И численности авиации И привлеченных к этому людей Старались оставлять тех У кого какая-то перспектива есть Видимо в нем перспективу Эту не увидели Отлученный от неба Костылев Искал утешение в алкоголе Он пережил два неудачных брака И несколько увольнений с работы Георгий пытался бороться В 1951 году сумел вернуться в авиацию Но вместо летной работы Его назначили штурманом Пункта управления полетами Костылев понял Подняться в небо Больше не суждено Навалилась тоска Справляться с которой Он умел только одним способом Его понизили в звании И окончательно уволили из армии Однажды в детстве Егор Костылев играл На берегу Финского залива Неожиданно увидел чайку Сидевшую на камне Неподалеку от берега У нее было сломано крыло Произошло это видимо давно Птица уже умирала от голода Егор подплыл к ней Чтобы спасти Но чайка сильно клюнула его И бросилась в море Хлопая здоровым крылом По воде птица Все пыталась подняться в воздух Но так и не смогла Вдруг затихла И погрузилась на дно Герой Советского Союза Георгий Костылев Тоже не смог жить Со сломанными крыльями Он умер в 1960 году В возрасте 47 лет Проводить его в последний путь Вышел весь город Герой Советского Союза Георгий Костылев По его просьбе Был похоронен на воинском кладбище Защитников Орониенбаумского плацдарма Там, где с оружием в руках Он защищал свою страну И свой город Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...